Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэддис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Стойки. Философская школа Стоя была основана Зеноном и Эскития 335-263 год до н.э., выехавшим в Афины и занимавшимся учениками в пестром портике Стоя-Покеле. В дальнейшем учение Зенона развивал Хрисип около 290-207 года до н.э., Панетии, Поседоне и в середине 2 века до н.э. оно достигло Рима, где сразу же стало популярным среди римской знати. В первом веке н.э. учение Стой развивал младший Сенека. На этические положения Стояков опирались во времена Нерона и Домициана, группа политиков, выступивших против идеи-единачалия. Таких сенаторов, как Трозе Петти и Гильдис Приск часто называли Стоической позиции. После Эпиктета самым известным у Стояков был император Марк Аврели. Стояки учили, что природа управляется божественным разумом, и что человечество и сознание – лишь отблеск божественного. Стояки считали своим моральным долгом жить в гармонии с рациональными принципами, а знания этих принципов они считали добродетели. Таким образом, чем человек мудрее, тем он добродетельнее, и высшая стоическая мудрость и добродетель состоит в том, чтобы при всех поворотах судьбы сохранять выдержку и самообладание, оставаться безразличным к боли и смерти, быть свободным от предрассудков. Такой свободный человек, считали Стояки, обязательно станет праведным и справедливым. Стояки считали также, что божественный разум должен привести к гармонии и все человеческое общество целиком, преобразовав его в мировое братство. Стоицизм критиковали гуманисты возрождения, особенно Эразм Ратердамский, считавший, что стоические моральные принципы предположены христианскому смирению. Стоический характер предполагает стойкость, способность переносить тяжелые испытания. Так как все предопределено заранее, случайность в судьбе невозможна, нужно быть открытым в жизни, ничего не отторгать, так учили стойки, и их мужественный фатализм остается привлекательным поныне. Ну вот так вкратце о стойках. Философская школа Стоя была основана Зеноном из Кития. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok